В целом, вот смотрите, от родителей что нужно перенять. У родителей есть два вида силы, которые вас или покалечат, или благословят. Если человек принял свою мать и уважает ее, как бы она ни жила, пусть она алкоголичка, не имеет значения. Он принял ее и уважает. Уважение не означает, что он таким же становится. Уважение означает, что он не претендует ни на что. Вот он согласен со всем. Что мама дала, то и принимаю. Все. Если мужчина или женщина принимает свою мать, то дальше все этого человека начинают любить. Потому что как бы человек себя не вел, через мать идет энергия любви. Ну то есть, допустим, девушка становится любимой, парень становится любимчиком, благодаря тому, что он принял мать. Это называется уважение. Уважение не означает, что должен следовать этому, то, что она там говорит, давай выпьем со мной. Уважение означает благодарность в сердце. И больше ничего. Если человек принимает своего отца, то на его жизнь валится уважение. Уважение. Ну то есть, хорошее положение в обществе, правильное отношение людей к нему идет через благословение вот этой энергии отца. Понимаете, если вы спросите, откуда это берется, это берется не от самих родителей. Понимаете, есть божественные силы в этом мире. Вот, допустим, кто такая женщина? Почему так сильно в нее влюбляются? Потому что она представительница Бога в женском теле. У Бога есть две ипостаси, мужская и женская. Женщина олицетворяет супругу Бога. И поэтому супруга Бога передает ей все эти качества, доброты, нежности, красоты и так далее. И поэтому мужчина должен женщину уважать как супругу Бога. И тогда он будет относиться к ней счастливо и хорошо. Если же он унижает женщину, издевается, кричит над ней и видит в ней недостатки, то семья будет разрушена. То есть, надо в женщине учиться видеть чистоту, то есть божественное, а человеческое в ней тебя будет мучить. То есть, в женщине есть человеческое, оно тебя будет мучить. А ты старайся это переваривать, прощать и видеть в ней божественное. И тогда человеческое в ней начинает меньше тебя мучить и меньше. И наступает момент, когда тебе хорошо с этим человеком жить. Запомнили? Точно так же в мужчине есть его человеческое, то есть это грубость, хамство, злоба. А есть в мужчине божественное. Это защита, крепость, сострадание, доброта, разумность и так далее. Это от Бога идет. Если ты в человеке божественное принимаешь, наступает любовь. Если ты сосредоточен на человеческом днем, значит тебя душит своя судьба. Поэтому я и говорю, не сильно концентрируйтесь на плохом близком человеке. Это вас разрушит. Вы просто в лепешку превратитесь. Понимаете? Это значит, что судьба вас взяла за жабры. Учитесь видеть хорошее в близком человеке. Это очень трудно сделать, но это возможно. Вы скажете, а у меня в близком нет ничего хорошего. Ну тогда бы вы не женились. Потому что когда человек женится, он видит хорошее. И если вы забыли это, тогда вспоминайте, как вы познакомились. Ищите чистоту в близком человеке. И тогда вы сможете остаться вместе. Допустим, когда человек мне говорит, Олег Геннадьевич, а у меня муж такой-то. Я вижу совсем другое. Я вижу в нем хорошее. Она не видит. Я говорю, ну у вас же муж добрый. Она говорит, ну вообще-то да, такая улыбается. Ну он у вас такой? Да. А что вы об этом мне не говорите? Я не знаю. И садится. Она просто заканчивается на этом. Засредоточилась на плохом, значит попала на удочку судьбы. Будет судьба мучить тебя дальше, пока не свистнешь. Пока не надоест думать о плохом человеке. И так далее. Нужно учиться, понимаете? Учиться видеть правильно все. Надо перестать быть зашоренными, понимаете? Свою страну, свою культуру, свой город. Природу, понимаете? И тогда жизнь становится прекрасной. Допустим, вы думаете, что прекрасной будет, когда мы переедем в Сочи. А надо, чтобы она прямо сейчас была прекрасной. Я знаю, что все хорошо. Она смеется, все нормально, значит. Надо, чтобы сейчас прямо, вы же будете еще до Сочи какое-то время здесь жить. Вот надо полюбить этот город, радоваться ему. Сейчас весна, все тает, солнышко. Очень красиво все. Вот так надо жить. А вашего города какая? Хорошая. Вашего города энергетика вот этого зала. Хорошая энергетика? Вам нравится здесь? Очень люблю. Ну, они зашоренные просто. Они куда-то бегут все время. В том, они оттуда. Я вот, у меня друзья в Германии, переехали в Германию. Я приехал туда лекции читать. Они здесь все время ныли, правительство не нравилось там. Все прочее. Переехали в Германию. Встретились. Они говорят, здесь вообще такие власти, это кошмар просто. Я говорю, куда валим дальше? В Америку. Давай. Надоест, свистнешь. Одно и то же. Просто люди бегут сами от себя. Понимаете? То есть, ну, как бы захотелось потеплее климат. Ну, нормально. Просто есть у человека всегда выбор. Понимаете? Можно растянуть удовольствие, а можно получить быстро. Веда объясняет, что если человек приезжает в более жаркий климат, то он сокращает свою продолжительность жизни, но она более насыщенная. Ну, так сказать, гулять так с музыкой. Вот. Если он живет в более северном климате, то он может дольше прожить. Но жизнь менее насыщенная. Но если он живет правильно, он может и в жарком климате прожить долго, и в холодном. Понимаете? Я говорю просто о пропорциях. Но в целом надо понять одну простую вещь, что вы убежать от себя не сможете. Везде свои проблемы. Вот, допустим, в северном климате люди более депрессивные, а в жарком более агрессивные. Вы вот в Краснодар приедете, вы увидите там, какие бывают ребята. А здесь таких ребят не бывает. И девчата тоже там бывают такие же. Понимаете? Много эмоций. Понимаете? Не, Олег Иванович, я не понял. Думаете, что там лучше, там по-другому просто и все. Везде свои прибабахи. Здесь одно, там другое. Если хочешь жить, живи прямо сейчас. Не надо мечтать никуда. Потому что, когда человек думает о будущем, он живет в страсти. Благость означает счастье. Что такое счастье? Сейчас это сейчас. Тье означает существование. Прими все. Будь счастлив прямо сейчас. Счастье означает принятие. Прими свою жизнь. Будь счастлив прямо сейчас. Называется счастье. Когда человек живет в будущем, вот закончил институт, тогда буду счастливым. Закончил. Вот когда поступлю на работу, тогда буду счастливым. Поступил. Вот когда начальство, когда как бы выбьюсь в люди, тогда буду счастливым. Выбился. Вот когда ипотеку выплачу, это уже не скоро. Тогда буду счастливым. Вот когда детей подниму, вот когда внука подниму, раз и умер. Счастье всегда где? Будущее. Счастье в будущем означает жизнь в страсти. Жизнь в благости, счастье в настоящем. Жизнь в невежестве означает счастье в прошлом. А если родители хотят жить в тюрьму, но хотят в тюрьму, им уже стать в тюрьму, не хочется жить в тюрьму. Очень правильно. Если человек старенький, он чувствует, где ему жить, где не жить. Чаще всего старенькие люди, они не хотят никуда уезжать, потому что это разрушит их жизнь. Но бывает наоборот. А если не хотят наоборот, то так не ехать? К ним ехать. Но если они не хотят сюда переезжать, старенькие люди обычно не хотят переезжать. Это очень правильное решение для них, потому что старенький человек переехал в другое место и спокойненько там загнулся за два месяца. Потому что адаптационные функции организма очень сильно ослаблены в возрасте. А если не старенькие ощущения, то вы загибаетесь от переезда? Переехав сюда, ну едьте назад, значит. Где вы были? Где жили? Хорошо. Не загибались? А вы? Загибался в Барнауле? А вы это такая манипуляция, да? С помощью Олега Геннадьевича хотите его в Барнаул переехать? Я понял. Да, вам здесь тяжело жить, это факт. Ну, с мужем лучше же, да, чем одной? А? Не факт. А, ты краля, ты моя, а? Прикалывается. Так женщины все размышляют. Сейчас вам расскажу историю. Три года назад она выла на Луну и думала, господи, когда же я найду себе хоть кого-то? Она так думала, такое отчаяние у нее было в это время, что она так вот думала, а сейчас не хоть кого-то, а такого мужика хорошего нашла. И это как так ведет себя каждая женщина, каждая женщина. Она говорит, да ладно, нашла, могла бы получше найти. Она быстро очень привыкает к тому, что есть. И говорит, да лучше бы я одна была. Все решается через две недели. Вот женщина искренне думает, я лучше бы одна вообще была, мне бы одной было лучше. Пройдет две недели, и мысли меняются. Дорожите тем, что Бог дал. Иначе бывают разные варианты. Так что последнее, что я вам хочу сказать, уже время наше заканчивается. Дорогие мои женщины, семья для вас самое дорогое. Когда семья разваливается, мужик сразу себе находит. Женщина не находит годами. Женщина от семьи получает очень много. Мужчина получает аскезу. Но ему тоже нужна семья. Попытайтесь, женщины, понять одну вещь. Вы лучшая половина человечества. Это значит, что вы в себе видите очень много хорошего. А в муже очень много плохого. Это не значит, что он хуже, чем вы. Это иллюзия. Понимаете, женщина, когда она чувствует, что она лучше, чем муж, она просто находится в глубоком невежестве. Потому что она не знает, что разницы никакой нет. Все самое лучшее у мужчины находится внутри. Все самое лучшее у женщины находится снаружи. Женщина, которая не поняла, что ее муж – это подарок от Бога, может очень скоро его потерять. По этой самой причине, что она не поняла. А не поняла, потому что у каждой женщины есть очень сильная переоценка своих возможностей раз и себя как личности два. Запомнили женщины? Мудрая женщина – это та, которая себя не переоценивает. Она очень хорошо понимает. Видит глубоко своего мужа, ценит его и пренебрегает своими мыслями о том, что я намного лучше. Понятно? Вот в этот момент мудрость заходит в ее голову. А если мудрость не заходит в голову женщины, приходит время, и она теряет хорошего мужика, а потом, когда находит следующего, начинает чесать репу и понимает, чего она потеряла. А может быть и не находит, потому что она же хотела получше, а получше – нет. Ну, я для женщин это, блин, рассказывал, понимаете? Для женщин вам не надо было, уши надо было заткнуть. Потому что, если вы это услышали, все, капец, в вашей семье вы домой придете. Ну, слышал я, нет? Я дар божий для тебя, понимаешь? Ну, давай, корми меня, пои там, постель быстрее, давай, все. Мои хорошие. Я когда женщинам что-то говорю, мужчины затыкают уши. Мужчинам говорю, женщины затыкают уши. Она для вас дар божий, а вы для нее. Дар бывает разным. Разная ситуация в жизни. Два года назад вы как бы доказали друг другу, какой вы дар божий. Сейчас уже получше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok